в чем посыл видео там спрашивают комментариях нек один в том что я больной человек я веду свой дневник мне нужно принимать флоксетин антидепрессант рецептурный просто если вам интересно смотреть видео дневник больного человека депрессии тревогой шизоаффективным устройством и обсессиями это когда короче сложно объяснить и который работает дворником и все деньги не все деньги но почти ну много денег тратит к чая трачусь на лекарства самостоятельно и ни капли ваших налогов не идут на меня лекарства лекарства которые там государственный врач выписывается они их теперь уже не выписывают из-за ситуации нашей и скоро вообще не будет выписывать и скоро вообще можно сказать будет полное уничтожение всех душевно больных людей мне кажется осуждаю не одобряю я вообще думал просто вот говорю это реальный факт ну вот просто вот это то же самое что даже не знаю с чем сравнить окно открыл в сибири в северном полюсе это значит что ты уснешь и не проснешься просто холодно весной следующего года когда произойдут кое-какие события туда призовут то есть просто просто придет электронная повестка мне тебе хику всем самым несчастным и больным людям все самые хитрые и как раз таки годные и они избегут а вот нас даже человек у которого глаза нет но вот у меня например один глаз общение но которого реально глаза нет придет и есть отправят и пофиг будет осталось жить недолго осталось до весны следующего года жить максимум просто отправят туда все мы будем вот так вот сидеть молиться я щас не высмеиваю это это выглядит действительно тронуло мое сердце когда я вижу кто молятся солдаты молятся в касках в это перед без снежной пустыней полный пеленой там ничего не видно просто вот так вот молятся групповой идут бегут и пиздец и вот мы будем вот так вот я буду так вот среди них молиться и мне пиздец это кстати самое такое что тронуло мое сердце вообще вот когда я увидел вот этот фрагмент где солдаты молятся групповой перед штурмом авдеевки а затем они бегут и там всех взрывают просто только только как они молятся вот именно просто сидят молятся мне это просто как-то лично за дело потому что я вижу что и меня приедет воронок заберет сначала электронная повестка все приезжает забирает все осталось недолго сна следующего года когда выберут сами знаете кого какая им разница нуждаюсь я в антидепрессантах или нет тревога у меня депрессия панические атаки в аутизм обсессии шизоаффективное расстройство тревожность слабые руки то что я работаю дворником не паразитирую на обществе им какая разница я даже я никаких иллюзий не питаю у меня сопли постоянно идут немного а мои картины гниют в гараже сыром лучшие из картин 2013 2014 год поэтому я у меня перспектива либо моей картины просто сгниют в гараже ненужные не маме не папе не бабушки никому либо я их отправлю одному человеку в москву просто бесплатно неважно как он там распорядиться с надеюсь по честному по доброму распорядиться завтра я пойду на работу фигачить там охеревать фигачить снег который отяжелен дождем водой лед долбить этот который застыл снег застыл превратился в лед из-за того что сначала был один градус теперь где минус 10 градусов офигенная погода не но и говорит это говорит девушка из москвы которые конечно я и ты бы сказала себе не но и знаешь почему потому что тебе это ничего не грозит ты будешь хоть до 10 90 до 100 лет а с технологии продвинуться до 150 лет что хочешь делать тебя ни на какую авдеевку никуда не призовут никуда ничего ты ты еще смеешь говорить мне не но это меня не злит это просто банальщина я стал я вас последнее время столкнулся с людьми которые вообще тут никакого нету вообще место сплоченности уважаем взаимоуважению людей друг друга просто человеческого я написал вам я отношусь к девушкам как людям знаешь меня на что написал единственное единственное кто мне что написала одна только одна я отношусь к парням как к обуви просто забанил молочи знаешь что я ответил ничего она действительно относится к парням как к обуви не только она одна ты просто парень ты просто для нее обувь что ботинок даже не ботинок скоро парней уже не так много останется кое-каких интересно и вот тогда когда мы все исчезнем на сюда завезут горды допустим афганцев или африканцев а вот они то уж относятся как девушкам и вот тогда вот это вот девушка которая относится к парням как к обуви уже к ней будут относиться как шлюхе какой-то мерзкой не кричит ни к чему не нужно она просто будет шлюхой между африканцами ненужная поебут ее и выбросит извиняюсь за агрессию извините за что-то агрессивно что высказался еще один там меня унижал ты просто пытаешься ему по-человечески что-то написать он унижает в ответ он не воспринимает но не может общаться нормально то есть как будто ты идешь вот такие какой-то школьник или кто постоянно тебя оскорбляет оскорбляет всячески ты просто с ним нормально разговариваешь а он все это воспринимает человеческий разговор адекватный за и говорит ты сам себя сейчас унизил и продолжает тебя унижать чтобы ты ему не сказал он говорит ты сам себя сейчас унизил ерунду какую-то сказал то что так вот а это взрослый человек на минутку скорее всего его его приучили что надо быть мачо воином что надо унижать всех особенно больных слабых людей таких как я тут ничего не поделаешь невозможно ничего просто сложилось и вот такой как он винтит от призыва всеобщего который будет весной следующего года он тщательно скрывает свою личность с себя не просто так у отца я чувствую здесь такая может из-за того что бабушка здесь лежала долго умерла здесь атмосфера такая гнетущая еще еда которую он ест и я ем соответственно это просто такая очень скудная еда от которой ты не чувствуешь силы это картошка с луком и все больше ничего без соли без сахара без мяса без всего пыльно негде рисовать ну вам желаю добра всего хорошего надеюсь все будет хорошо